Итак, переключаемся к терминалу Bloomberg и еще раз пройдемся по внешней повестке дня. Итак, надеюсь, правильный у меня рабочий стол показывается, рабочий стол с терминалом Bloomberg. Итак, Америку видели в пятницу, закрылись около нуля, в общем, больших историй там не было. Давайте посмотрим, как сегодня торгуется Азия. В 6.30 сочетался Китай о том, что темпы роста деловой активности несколько снижаются, но тенденция скорее позитивная, и тем не менее рынки предпочли продавать на этой новости и, соответственно, это вот таким образом выглядит сейчас на котировках. Немного продается Япония, около нуля, чуть ниже нуля, в минус полпроцента, соответственно, Гонконг около нуля. Шанхай торгуется в Сеуле, также нулевая динамика и минус четверть процента в Сиднее. В общем, мы видим, что легкие коррекционные настроения у нас доминируют на азиатских площадках. Возможно, это такое не очень хорошее движение. В пятницу отыгрывают американцев, хотя и во фьючерсах мы увидим сейчас тоже есть. Некоторые распродажи в американских фьючерсах, и они скорее нарастают. Минус пятую часть процента сейчас теряют фьючерс на индекс S&P, и это, конечно же, нехорошо. Внутри дня фьючерс на S&P выглядит следующим образом. Ну, здесь сложно пока что-нибудь комментировать. Динамика не такая уж и большая. Мы сейчас находимся ближе к нижней границе торгового диапазона, и это, наверное, нехорошо для открытия торгов в Москве. Давайте посмотрим на то, что происходит на фьючерсах в Фудсе. И мы видим, что фьючерс на британский индекс фондового рынка Фудсе 100 снижается на 30%, и это нам говорит о не очень хорошем открытии торгов в Европе, и это, конечно же, нехороший сигнал для открытия торгов в Москве. Давайте взглянем на то, что происходит на рынках сырья. И здесь у нас, скорее, это называется нулевая динамика. 118.71 бренд стоит. В общем, немного отличается от того, что мы видели в пятницу. В пятницу была, скорее, восходящая динамика, пытались отскочить, но 119 так и осталась непреодоленной. Отметка 103.81 WTI. Ну, и здесь примерно та же самая история. Продолжаем мы торговаться под диапазоном марта, первой половины, апреля. Золото у нас 16.42, без особых, опять же, изменений. И давайте посмотрим на то, что происходит в меде. И медь у нас минус процент. То есть все-таки на валютных, на сырьевых рынках, прошу прощения, у нас идут скорее распродажи. Давайте посмотрим на то, что происходит в сырье. И здесь четверть процента теряет евро. Это тоже негативный сигнал для открытия торгов в Москве. Внутри дня по евро картина выглядит следующим образом. И сейчас мы спешим обновлять минимумы дня. И это, естественно, не очень хорошо. Если посмотреть с точки зрения месяца, то вот так картина выглядит по торговле. На 1.32 мы заскочили в пятницу. Это такая достаточно важная фигура. Мы один раз уже пытались в апреле ее преодолеть. И, судя по всему, ну, наверное, по евро, хотя Бог знает, что сегодня будет. В общем, скорее сегодня повестка дня такая более-менее спокойная. Поэтому, наверное, больше поводов для коррекционных движений у нас от евро будет, я бы так сказал. Так, итого, сегодня на открытии торгов в Москве нужно ждать скорее негативные динамики и движения, наверное, в сторону 1500 по индексу ММВБ. В пятницу, напомню, мы закрылись на уровне 1503. Это вечерняя сессия, это 1505, если не ошибаюсь. Основную сессию мы закрыли. Соответственно, скорее всего, пойдем вниз на 1505. Здесь у нас не такие уж сильные поддержки расположены. И, соответственно, первая цель для движения вниз, наверное, 1495 пунктов по индексу ММВБ. Но потом я бы ждал все-таки разворотов тенденции, потому что, ну, поводов для таких уж сильных распродаж. Если у нас опять не начнется какой-то ахтунг в Европе с испанскими долгами, скорее всего, развернемся и попытаемся преодолеть максимум пятницы и пойдем к отметке 1510-1515 пунктов. Соответственно, сегодня диапазон я бы ждал вот такой, 1495 снизу и, соответственно, 1515 сверху. И закрытие скорее в зеленом цвете. Сейчас разрешите я открою профиль рынка по ближайшему индексу, фьючерсу на индекс РТС. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Ну, здесь примерно та же ситуация. Здесь первая цель для движения вниз 156,5-156. Наверное, сюда спустимся вечером. Но потом пойдем обновлять максимум пятницу в сторону 159 тысяч пунктов по фьючерсу на индекс РТС. Так, про это проговорили. Про повестку дня. Сегодня повестка дня, хотя и содержательная, но события все скорее второстепенные. В России у нас много отчетностей. ФСК Фосагра отчитывается за 2011 год. Магнит, соответственно, за первый квартал 2012 года. Очень интересно посмотреть на то, какие цифры выйдут в ФСК, потому что уж сильно запродали эту компанию в последние дни. И сегодня станет понятно, инсайдерская ли это торговля тех людей, которые что-то знают. Или это просто такая прихоть спекулянтов, которые загнали компанию на минимумы. И, соответственно, можно ставить на определенный отскок в этом достаточно ликвидном инструменте российского фондового рынка. По Соединенным Штатам не так много корпоративной отчетности. Интерес будет представлять Canoco Philips и Xerox. Но, если честно, совсем неинтересно, что там в этих компаниях происходит. Ну, Canoco Philips нефтяная компания, скорее всего, все неплохо. Xerox это технологическая компания, которая все никак после изобретения Xerox не может порадовать чем-нибудь новым и интересным рынке. Поэтому, ну, такая вялая, скучная компания. Так, хотя, да, надо отметить, что много кроме этих компаний будет второго и третьего ряда. Какие-то, может, истории внутри них будут. Плюс надо отметить, что более 80% компаний американских за первый квартал этого года отчитываются лучше ожидания. В общем, этот факт держит нас сейчас на плаву, и это, конечно же, хорошо. В общем, скорее, такие нейтрально-позитивные сигналы из этой области будут поступать для торговли. Ну, и в Европе важно с 11 до 12 выходят индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности по Франции, Германии и ЕС в целом. Соответственно, 11, 11, 30 и 12, 0, 0. Мы помним, что у нас была не очень хорошая статистика по вот этим важным опережающим показателям в марте, и, соответственно, сейчас, ну, учитывая то, что ситуация не ухудшается, и мы видим некоторый позитив в Китае, мы видим некоторые, ну, хотя нет, некоторые ухудшения ситуации в Соединенных Штатах. В общем, как бы то ни было, я бы ждал скорее такой, да, и важно отметить, что на прошлой неделе ЦЕФ и ИФО вышли лучше ожиданий. Соответственно, по крайней мере, по Германии, скорее всего, будут неплохие цифры, и это сможет поддержать рынок. Ну, и, возможно, президентским выбором подактивизировались и французы, и ЕС в целом. Вчера, кстати, прошли выборы во Франции, побеждает Франсуа Алан в первом туре, будет второй тур, скорее всего, но там с большим, наверное, отрывом победит Саркази, потому что к нему присоединятся те 18%, которые голосовали за Марию Липен, за националистов, и, в общем, Николя Саркази, скорее всего, будет президентом еще один срок, президентом Французской Республики. Так что здесь все более-менее благополучно складывается. Так, про это проговорили. Ну, вот, наверное, собственно, все, что можно ждать от сегодняшнего дня. Соответственно, после несколько негативного развития событий на открытии я бы ждал разворота тенденции и движения в сторону 1515 пунктов по индексу ММВБ и, наверное, 159 тысяч по фьючерсу на индекс РТС ближайшему. Вот таковы мои ожидания на сегодняшний день. Коллеги в связи с техническими нашими проблемами забыл открыть наш опрос. Давайте в ударном режиме попробуем его провести, если среди нас еще остались бойцы, а я вижу, что и голосование идет полным ходом. Уважаемые коллеги, призываю всех быстро проголосовать. В панели инструментов появилась такая возможность. Если нас интересует ваше ожидание по индексу ММВБ на сегодняшний день, варианты ответа, рост, падение, нулевая динамика или отсутствие идей, пожалуйста, голосуйте. И вот буквально через несколько секунд мы подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Очень интересно распределились у нас сегодня голоса. Сейчас компьютер подсчитывает, подводит свои итоги, но они уже предварительно у меня на экране видны. 25% голосуют за рост, 28% за падение и за нулевую динамику 13%. То есть большинство сегодня все-таки ставят на падение, ну там технически, наверное, да, соображение верхней границы нисходящего коридора, в общем. И такое сильное сопротивление по ММВБ и по фьючерсу на РТС, такое среднесрочное сопротивление, достаточно сильное, на уровне 158, выше которого не смогли закрыться в пятницу. В общем, наверное, есть какие-то соображения по этому поводу. Но я все-таки бы ставил на продолжение того отскока, которое мы начали наблюдать в пятницу и движение, соответственно, в сторону 1515 пунктов по индексу ММВБ. Вот такие мои ожидания. Все, на этом будем завершать. Всем большое спасибо за ваше участие, за ваше голосование, за ваши комментарии. Всем удачных сделок, удачных торгов и увидимся с вами завтра на видеобрифинге Эспрессо в 9.40 по Москве. До свидания.